Добрый вечер! Кризис, говорите! Да бросьте! В Перми, по последним данным службы занятости, вакансий больше, чем безработных, причем существенно. Требуются водители, токари, слесари, фрезеровщики. Зарплаты предлагаются неплохие. Если умеешь работать руками, не пропадешь. Ну, к экономическим реалиям мы сегодня еще вернемся. А прямо сейчас – коротко о темах вечернего вестника. С места в карьеру. Определиться с будущей профессией можно на Пермской ярмарке. Антикризисный совет. Глава муниципалитетов предстоит разработать свои программы по стабилизации экономики. Малый бизнес ждет. Вот только чего. Зачем платить дважды? Скажите ФАС. Эксперты уверяют, что через 5-7 лет будут, как сейчас, востребованы рабочие специальности. А еще специалисты в области высоких технологий – от IT до переработки угля и нефти. Иными словами, на топе будет производственный сектор, в котором можно заработать и руками, и головой. Будущее, как считают эксперты, за технополисами. А они уже растут, в том числе и в Пермском крае. Там будет работа и деньги. Об этом шла речь сегодня на Пермской ярмарке. Здесь открылась очень своевременная выставка образования и карьера. Уже в 17-й раз. Профессионалы нужны всегда, причем во всех сферах. Главное – выбрать правильный путь, профессию, которая действительно станет твоей. В этом призвана помочь выставка образования и карьера. С 12 по 15 февраля она работает в стенах Пермской ярмарки. На одной площадке десятки учебных заведений и крупных предприятий. Пермяки уже успели оценить масштабы предложений. Когда-то сам участвовал. Сейчас прихожу, смотрю, какие новые тенденции, куда идет молодежь, чем занимается. Поэтому отношения положительные. Я считаю, что они полезные, потому что 10-ти классники и 11-ти классники приходят сюда. Здесь рассказывают про профессии разные. И можно уже построить свое будущее, куда пойдешь и что будешь ждать. Презентация учебных заведений – не единственная задача выставки. Для посетителей есть масса интересных новинок, проектов и мастер-классов. В их числе ярмарка вакансий, краевой чемпионат рабочих профессий. В выставке принимают участие крупнейшие предприятия Перми и рекрутинговые агентства, которые предоставят информацию о возможностях трудоустройства и имеющихся вакансиях. По поручению губернатора Виктора Басаргина разрабатывается план первоочередных мер по сохранению устойчивости развития экономики и социальной сферы края. Глава региона провел ряд встреч с экспертами и поставил задачу провести во всех муниципалитетах ярмарки вакансий и активизировать работу по информированию о возможности переподготовки. Задача службы занятости – как можно большее число соискателей работы познакомить с государственными услугами, которые служба может сегодня оказать. На нашем стенде представлены сотни и сотни вакансий по различным специальностям и профессиям. А те молодые, прежде всего люди, которые не определились с выбором профессии, на нашем стенде могут пройти профессиональное ориентирование. Традиционно на выставке пройдут конференции, тематические семинары, круглые столы, деловые переговоры. В рамках проекта состоится 4-й образовательный форум. В этом году его участники затронут тему развития дуального обучения в регионе, вопросы поддержки молодых ученых. Оксана Иваева, Денис Пальчиков, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Легко заметить, как сильно меняется ситуация на рынке. Нас уже рассматривают в соответствии с новыми стандартами. Теперь работодатели интересуют не только наш ум, образованность или компетентность, сегодня нас оценивают еще по таким личным качествам, как инициативность, способность сопереживать, умение адаптироваться и талант убеждать. Да, сложно, но все возможно. Тем более и предложения есть. Почему бы не попробовать? Евгений – ведущий инженер в пермском филиале Волжской ТГК. Сегодня он убежден, что сделав свой выбор в пользу этой компании, он принял правильное решение. Я работаю здесь уже 5 лет на новом оборудовании. Блок ПГУ – это передовая технология во всем мире. И она реализована у нас на станции. Мне это очень нравится. И я продолжаю здесь развиваться и расти. Пермский филиал ОАО «Волжская ТГК» – крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Прикамье. Приглашает молодых специалистов познакомиться со спецификой профессии энергетика. В эти дни на Пермской ярмарке можно узнать перечень вакансий, получить консультацию и заполнить анкету соискателя. Уже несколько лет подряд энергетики принимают участие в выставках образования и карьера. По их итогам в компанию приходят молодые специалисты, которые получают перспективы профессионального роста и достойные условия труда. Мы готовы предоставить молодым специалистам ряд вакансий, начиная от рабочих профессий, как машинист-обходчик котельного турбинного оборудования, так же инженерных специальностей. У нас существует социальный пакет, который включает в себя медицинское обслуживание. Есть программы, направленные на развитие работника, на его профессиональные качества с достойной заработной платой. У нас люди обучаются в городе Самара, город Санкт-Петербург, Москва. Сегодня пермский филиал Волжской ТГК – это 11 электростанций, объекты теплосетевой инфраструктуры в крупнейших городах региона. Компания динамично развивается. Запущены новые энергоблоки на пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9. Перспективы энергетики высоки, ведь тепло и свет нужны всем. Станислав Уланов, Денис Пальчиков, Евгений Гилёв, телекомпания «Ветта». Крывые власти дорабатывают антикризисный план устойчивого развития Прикамья. Сегодня прошло заседание Совета глав муниципалитетов края, где обсуждалась программа по стабилизации экономики. Летис Бараускас с подробностями. Какой винтик подкрутить и какую шестеренку заменить, чтобы весь механизм работал эффективнее, лучше всего знают на местах. Именно поэтому главы муниципалитетов, действуя по поручению губернатора Виктора Басаргина, вводят ряд мер по повышению эффективности экономики. Сегодня они собрались все вместе, чтобы обменяться мнениями и поделиться наработанным опытом. Еще в декабре прошлого года глава региона рекомендовал создать на местах рабочие группы. Многие муниципалитеты оперативно отреагировали и в кратчайшие сроки провели мониторинг и уже разработали локальный план действий. Проведено первое заседание, поставлена задача сформировать в кратчайшие сроки до 15 числа представить на утверждение в администрацию губернатора план действий на текущий год. Понимаем, что ситуация непростая, идет мониторинг сегодня, но мы уже начали это давно, не только потому, что его надо, мы ощущали эту ситуацию, понимаем, что происходит на территории. Сейчас самое главное – не допустить отрицательной динамики в дальнейшем. К примеру, в Кунгурском районе предлагают экономить на чиновниках и сократить госаппарат на 5%. В дальнейшем будем вместе с вами дорабатывать, и мы уже неоднократно говорили, что план – это не зафиксированные мероприятия, то есть мы постоянно будем вносить какие-то изменения, все будет зависеть от того, как он будет реализовываться, поэтому будем ждать и от вас каких-то пожеланий, будем вместе обсуждать членами законодательного собрания. Инициативы муниципалитетов должны дополнить друг друга и стать единым планом действия для всего региона. Это позволит не только стабилизировать экономику края, но и изменить ее вектор на положительный. Ритя Збарауско с Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Владельцы небольших компаний начали распродавать свой бизнес. Мелкие предприниматели массово пытаются избавиться от своих кафе, парикмахерских, турфирм. На сайтах по продаже готового бизнеса резко выросло число предложений. Однако желающих купить бизнес в кризис немного. В 2014 году многие малые бизнесмены сворачивали деятельность и пытались продать бизнес, свидетельствуют данные общественной организации предпринимателей «Опора России». В 2014-м открылось 417,5 тысяч юрлиц, а закрылось почти 484 тысячи. Тенденция характерна для всей России. Активнее всего продавали предприятия общепита, сферы услуг и торговли. Связано это с повышением курса доллара, увеличением аренды и снижением активности покупателей. На фоне проблем малого и среднего бизнеса рецепт выживания крупного в кризис выглядит достаточно прозаично. В кризисах, слава богу, у нас государство строителям помогает. То есть в предыдущем мы видели, это были закупки в интересах Министерства обороны и расселения ветхоаварийного жилья. Сейчас это уже заявленное субсидирование ставки ипотечного кредитования. И то, что она будет удержана на 13% ставка по ипотечному кредитованию, это очень большое подспорье со стороны государства. Я считаю, и для граждан, в первую очередь, и для строителей. И следующий момент, это как раз вот те госконтракты. Но оставим крупные корпорации в стороне. Малый бизнес, в отличие от последних, должен постоянно доказывать свою живучесть. А при наличии эффективных антикризисных мер со стороны государства, может эффективно работать, создавая товары и выстраивая новые рынки сбыта. Так, например, было в разгар кризиса 2009 года. Тогда официальная безработица увеличилась на 1 миллион человек. Но малые предприятия практически не увольняли людей. Что касается сегодняшней ситуации, то в числе наиболее пострадавших оказались ресторанные и туристические бизнесы. Спрос растет только на интернет-магазины и сегменты с минимальными издержками. Туристическая отрасль в глубоком упадке. И я думаю, что если примут закон, который Кабинет министров Медведева вынес на рассмотрение в Госдуму, ну, скорее всего, к середине лета турбизнеса не будет. Понятно, что внешних факторов нам прилетает сейчас очень много, хватает. А изнутри-то зачем мешать? Вы дайте тогда какие-то, вот все говорили, что будут налоговые каникулы, когда это будет для кого-то, вот это непонятно. Хочется надеяться на лучшее, но, судя по нынешней ситуации, первая половина года будет очень тяжелая. Сегодня среди основных мер поддержки малого бизнеса сами предприниматели называют адекватную налоговую политику, сокращение проверок, обеспечение выплат по госконтрактам, отказ от обязательной ликвидации розничной торговли в некапитальных строениях, но есть и личная просьба к государству не мешать работать. Да, существуют какие-то субсидии для малого предпринимательства, но, честно говоря, прочитав список хотя бы даже документации, начиная с бизнес-плана, на который это большая трата времени, это нужно положить на него не 5 минут, не 10 минут, и который, в принципе, потом будет не нужен, потому что в свете реалий любой бизнес-план через месяц-два можно выкидывать. Вот у нас, по крайней мере, на сегодняшний день, мне кажется, основное такое желание, чтобы просто не мешали. Предприниматели сегодня главные потребители новостей следят за каждым новым заявлением исполнительной власти, и, как стало известно, на днях государственные чиновники обещают учесть предложение бизнеса по стабилизации ситуации в экономике. Сергей Штерн, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Четвертый антимонопольный пакет. Государственная дума должна принять уже этой весной. Если его основные пункты останутся неизменны, то для создания муниципального или государственного предприятия нужно будет получить согласие антимонопольного органа. Делается это для того, чтобы конкурентное преимущество получили коммерческие структуры. Ведь когда в рыночные отношения вмешивается орган власти или функцию последнего берет на себя частная организация, то самое время сказать «ФАС». Все должно быть в соответствии с законом, особенно если этот закон принят на федеральном уровне и касается образовательных учреждений. В 74-й школе решили так же и летом прошлого года установили противопожарную систему «Стрелец-мониторинг». Но ввести прибор в эксплуатацию оказалось не так просто. Несколько месяцев тянулась эпопея с вводом в эксплуатацию уже установленного оборудования. И дабы не нарушать закон, школа вынуждена была вновь заказать установку нового прибора. Но уже в той организации, которая призвана принимать противопожарную систему. На этот раз акт был подписан с первого раза. Вот только стоимость установки оказалась в два раза выше. Цена прибора объектового, который устанавливается в учреждениях, с доставкой в город Пермь – 12 400 рублей. Данные компании реализуют весь комплекс услуг с установкой, программированием и передачей сигналов в пожарную часть за 60 тысяч. Наша компания предлагает точно такое же оборудование, полученное с единственного завода, за 30 тысяч рублей. Аналогичные проблемы, по словам Максима Цивковского, возникли абсолютно во всех образовательных учреждениях региона, где установку системы «Стрелец-мониторинг» осуществляли неаккредитованные заводом-изготовителем организации. Удивительная штука заключается в том, что все те сигнализации, которые смонтированы силами аккредитованных организаций, принимаются. Те, которые смонтированы иными лицензированными, но неаккредитованными организациями, не принимаются. Нами на сегодняшний день возбуждено дело по признакам нарушения этими организациями в части выполнения функций органов власти, а именно отрядов противопожарной службы. В случае признания нарушения антимонопольная служба вынесет предписание о недопущении подобных действий. В результате все учреждения, где уже установлены приборы, будут подключены к пульту пожарной охраны. Ритя Сбараус, Кассандрий Соловьев, телекомпания «Ветта». Так получилось, что сегодня все темы, так или иначе, касались экономики по вполне понятным причинам. Разнообразят вечер буквально через пару минут, эх, дороги, интерактивное шоу «Цена вопроса». Участвуйте и выигрывайте. Я не прощаюсь. Встретимся в 21.00. Оставайтесь на «Ветте». «У нас хорошо». Завтра в Перми погода существенно не изменится. Температура воздуха днем около 0 градусов. Облачно с прояснениями, ветер западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы.